Мария Колесникова работает в детской поликлинике два месяца. В девятом классе девушка увлеклась биологией, решила связать свою жизнь с медициной. Сама она родом из Адыгеи, высшее образование получила в Саратове. Ее участок находится в старом районе. Родители и дети там с нетерпением ждали появления специалиста. Сейчас для молодого врача напряженная пора. Вызовов много, обстановка нервная и напряженная. И в первую очередь доктору приходится успокаивать взволнованных мам и пап. Но со сложностями Мария справляется, помогают более опытные коллеги. И к маленьким пациентам врач тоже быстро нашла подход. Коллектив очень хороший, мне все нравится. Поэтому я привыкаю. Родители, пациенты отлично. Мне все очень нравится. Люблю детей сама из семьи. У меня в семье очень много детей было. Конечно, все неродные, но всегда меня окружало большое количество детей. Вместе с Марией в здании на Октябрьском проспекте работает еще пять педиатров. Больными нового района занимаются в поликлинике на Курчатова. Там восемь педиатрических участков. На каждого специалиста приходится более тысячи детей. Нагрузка большая, тем более, что двух докторов забрали в ковидные бригады. Лечить больных коронавирусом и наблюдать контактных вместо Ольги Зиминой будут теперь два врача, одна из которых тоже совсем недавно пополнила штат КБ-50. С утра приходим к восьми утра. Обсуждаем с Мариной Александровной список больных пациентов, кого нужно сегодня посетить. Потом переодеваемся в специальный костюм, который нам выдает ежедневно, и уже едем к этим пациентам. При первом визите к заболевшему ребенку Наталья встречает напуганных и растерянных родителей. И здесь уже врачу приходится выступать в роли психолога и успокаивать взволнованных мам и пап. И мы успокаиваем, что дети в основном болят бессимптомно. Либо у них совсем легкая клиника. Тяжелых у нас мало. Нет практически. Возраст начинает от грудничков, буквально вот новорожденные, и до 18 лет. Вот как мы и обслуживаем пациентов. В день Наталья обходит в среднем 15 пациентов, как больных, так и контактных, если у них появляются жалобы на самочувствие. Также врач консультирует родителей по телефону. Особое внимание требуют дети из группы риска, больные диабетом, онкологией, те, кто имеет проблемы с сердцем. Как мы уже знаем, что какого-то специфического на данный момент лечения не существует. Там говорят, вроде прививки сейчас начинает, вакцинация. А так все симптоматическое. Если начинает ребенок с температурой, то мы уже сбиваем температуру, назначаем, если необходимы, какие-то противовирусные. Ну, в целом нет. Никакой специфической терапии такой прям нет. Больным детям нужно соблюдать режим дня. В меню добавить свежие овощи и фрукты. Комнату необходимо чаще проветривать и проводить уборку с применением дезинфицирующих средств. Для профилактики коронавируса лучше ограничить контакты, отложить на время посещения кружков и секций. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.